МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АСТВ в студии Мария Зенесенко. И сначала коротко о главных темах выпуска. Чтобы не забывали, в Южно-Схоленске готовятся к 71-й годовщине Победы. Подробно о программе праздника в нашем первом сюжете. А накануне в областном центре стартовала военно-патриотическая акция «Вахта памяти-2016». Если бы не наши деды и отцы, то, мне кажется, здесь бы сейчас ходили немцы. И продолжалась бы война. Пил, ругался и попался. В Южно-Схоленске задержан нетрезвый водитель. А в Комске сотрудники полиции изъяли крупную партию растительного наркотика. Подробности в точке отсчета. Сахалин готовится к празднованию 71-й годовщины Победы в советских войск в Великой Отечественной войне. В понедельник на площади Славы пройдет парад с участием военной техники. Перед ним состоится шествие бессмертного полка. Принять в нем участие приглашают всех желающих. Череда праздничных мероприятий началась в пятницу со старта регионального этапа всероссийской военно-патриотической акции «Вахта памяти». Стальной шлем и копию знамени Победы к вечному огню возложить. Чтобы знали и помнили, на митинге военно-патриотической акции «Вахта памяти» присутствуют детсадовцы и школьники. Декабрина Пушкарева просит не забывать погибших и живых ветеранов. Ее грудь украшают ордена и медали, свидетельства подвигов и смелости женщины во времена войны. Солдат умирает дважды, тогда, когда его убьют и тогда, когда о нем забудут. Я воевала, например, на Сахадине. Мы пошли от нашей Хандасы и до северной Хандасы. Там был укреп район селит. Очень много погибло наших солдат. Поисковики Сахалина за 30 лет обнаружили на острове более 300 останков военнослужащих Красной Армии. Советские солдаты были захоронены на мемориальном комплексе в Победино. Сейчас разрабатывают проект по созданию аналогичного объекта на Курилах. В этом году основные направления – это Смирнуховский район и Курильские острова. С завтрашнего дня поисковики приступают к работе. Четкие задачи, поставленные губернатором, будут выполнены. Вахта памяти открыла череду мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы. Большая программа запланирована на 9 мая. С 8 утра у Чеховцентра начнется сбор участников шествия «Бессмертный полк». Движение колонна начнет в 9 часов 15 минут по Коммунистическому проспекту. Пройти с плакатом родственника фронтовика может каждый желающий. Сам парад на площади «Слава» начнется в 10 часов. Репортаж с места событий мы покажем в праздничном выпуске программы «Наш день» 9 мая. Мы должны уважать своих предков. Я считаю великий праздник. Если бы не победили мы, то мы бы сейчас здесь не стояли. Праздник отметят и в городском парке. Там с полудня на стадионе «Космос» пройдет концерт с участием творческих коллективов. А в 16 часов начнется концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова. В эти дни праздничное настроение создает не только оформление города, но и его жители. Многие сахалинцы украшают свои автомобили георгиевскими лентами. Спасибо деду за победу. Ленточку обязательно. Такое чувство гордости большое. Единение может быть. Интересным событием этого года станут движения фронтовых концертных бригад. Две военные машины, бортовые машины в сопровождении артистов будут двигаться по планировочным районам города Южно-Сахалинска, по микрорайонам города Южно-Сахалинска, где будут откидываться борта военной машины, как военное время, и будет представлена получасовая программа. Кульминацией праздника станет концерт перед домом правительства. Он начнется в 20.30 и завершится фейерверком. Автолюбителям же необходимо будет скорректировать маршрут. Дороги будут перекрываться. Подробное расписание опубликовано на сайте аиств.ру. В преддверии 9 мая в учебных заведениях Южно-Сахалинска, школах, детских садах и вузах звучала песня «День Победы». К хоровому исполнению сахалинцев призывали в рамках тематической акции. Она ежегодно проходит по всей стране. В Южно-Сахалинске к ней присоединились несколько тысяч человек. Гимн Великой Победы сегодня звучал по всему Южно-Сахалинску. В полдень более 2000 участников школ, гимназий и университетов исполнили песню, посвященную окончанию Отечественной войны. Областная акция «День Победы» проходит в этом году второй раз. Но пока своего статуса не оправдывает. Участвует только Южно-Сахалинск. Другие города планируют присоединиться в следующем году. Готовились практически месяц. Разучивали песню, потому что малышам, детям, которые помладше, сложнее выучить. Кто старше уже знает это произведение. Песня «День Победы» 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 Он пообещал исправить ошибку и заменить баннеры. Дети войны из Сенегорска встретят «День Победы» в отремонтированных квартирах. Мы уже рассказывали о двух пожилых женщинах, квартиры которых сильно пострадали при пожаре. Несколько недель дети войны жили в пропитанных сыростью комнатах. Узнав эту историю, губернатор Олег Кожемяка поручил разобраться в ситуации. За считанные дни по горельцам сделали ремонт. Сейчас внутри квартиры уже ничто не напоминает о пожаре. Окончание работ совпало с 84-м днем рождения одной из женщин Екатерины Стратон. Принимая подарок, женщина поделилась военными воспоминаниями. Нас загнали в погреб и хотели бельзином обливать. Уже собрались. И успел солдат, педный такой здоровый, высокий, пускал его, выгнал их всех этих немцев. И нам говорят, быстрее полишу идите. Помощь в ремонте оказали спонсоры и не остались в стороне и волонтеры. К примеру, накануне они помогли помыть окна. Церемония награждения победителей областного конкурса «Благотворитель года-2016» прошла в Южно-Сахалинске. Дипломы вручал губернатор области Олег Кожемяка. Он отметил, это уже 10-й юбилейный конкурс. С каждой церемонии в зале собирается все больше людей, готовых оказать посильную помощь всем нуждающимся. Каждому победителю вручены памятные дипломы. Хочу поблагодарить вас всех за такую большую работу, за ваши чуткие озвучивые сердца. Особенно актуально это было по прошлому году, когда мы обещали 77 юбилея Великой Победы, окончание Второй мировой войны. И, конечно, благодаря вашей помощи многие ветерановые труда были достойны внимания, были достойны определенных подарков. В области усиливают контроль над выплатами зарплат. Долг островных работодателей перед своими сотрудниками, по данным правоохранительных органов, вырос с 35 до 60 миллионов рублей. На данный момент возбуждено 7 уголовных дел. Чтобы эффективно отслеживать так называемые скрытые задолженности по районам области, новые обязанности появятся у мэров городских округов. Предупреждаю, что это уголовная ответственность со всеми вытекающими последствиями. Будут нести в том числе и те, кто принимал участие в создании этих предприятий или создании условий для работы этого предприятия. А это как раз полномочия органов местного самоправления. По нашим данным, на сегодняшний момент задолженность имеется в семи муниципальных образований у 13 юридических лиц. Ну а сумму я уже назвал более 60 миллионов рублей. Также прокурор области пообещал, правоохранительные и контролирующие органы будут в самом жестким образом бороться с долгами на сахалинских предприятиях. Так принципы сначала предостереги, потом привлеки, теперь уходят в прошлое. Материалы по недобросовестным работодателям будут незамедлительно передаваться в следственные органы. Спасибо, что остаетесь с нами. Эфир продолжает рубрика «Точка отсчета». Изолировать от общества и поместить в СИЗО. Такое решение накануне принял суд Южно-Схалинска в отношении водителя, сбившего трех пешеходов. Прокуратура города Южно-Схалинска признала законным возбуждение уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на перегрёстке пограничной меры 30 апреля 2016 года. Суд по поддержанному прокуратурой города ходатайству следователя избрал в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца. Напомню, в результате наезда на месте ДТП погибла 11-летняя девочка. Её мама и младшая 9-летняя сестра в тяжёлом состоянии находятся в больнице. Врачи борются за их жизни. В Холмске сотрудники уголовного розыска перекрыли очередной канал наркотрафика с материка. Во время спецоперации, в которой также принимал участие и служебно-розыскной пёс, был обнаружен растительный наркотик, вес которого потянул на срок до 15 лет. Поступали наркотики на Сахалин с материка посредством почтовых направлений. Организовал доставку зелья в островную область 45-летний житель города Холмска, у которого в ходе обысковых мероприятий в квартире обнаружено и изъято более 1 килограмма гашишного масла. На данный момент уже известно, что задержаны ещё несколько человек, причастных к распространению наркотика на территории Сахалинской области. Главный фигурант заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело. Возмущался, подрался и был задержан. Сегодня в обеденный час пик в центре города, на улице Ленина, сотрудники дорожной полиции были вынуждены применить силу к нетрезвым дебоширам. Эти кадры предоставили очевидцы инцидента. Водителя Тойоты Чайзер сотрудники ГАИ остановили за нарушение правил дорожного движения. И, как оказалось, вовремя. Молодой человек был нетрезвым. Спустя некоторое время он и его знакомы проявили агрессию в отношении сотрудников полиции. Охладить пыл буйных, ругающихся матом молодых людей удалось при помощи наручников. Задержанных доставили в дежурную часть, а их автомобиль на штрафную стоянку. В Южно-Сахалинске состоялась конференция партии «Единая Россия». В ее работе поучаствовали более 100 делегатов от 18 местных отделений партии. Одной из главных тем стала подготовка к предварительному голосованию 22 мая, который определит партийного кандидата в депутаты Государственной думы от Сахалинского региона. К нему уже подготовлены 63 площадки. Это традиционные избирательные участки. В работе съезда принял участие Олег Кожемяк, а он оставил партийным функционерам задачи для будущей работы. Сделать так, чтобы в каждом населенном пункте партия поучаствовала в каких-то небольших проектах. Проектах, связанных там с установкой клуба, проектов, которые собирают людей, объединяют. Поэтому необходимо разработать целый комплекс мероприятий, которые позволят вовлечь население в общественные проекты. И мы идем в том числе под лозунгом «много малых, но добрых дел». Предварительное голосование состоится 22 мая. Другой важный вопрос перед региональной «Единой России» – выборы секретаря Сахалинского регионального отделения. На этом посту большинством голосов закрепился Борис Мисиков. Ранее он лишь исполнял обязанности на этой должности. В Южно-Сахалинске открылась выставка экзотических животных. Познакомиться со змеями, обезьянами, игуанами или мурами могут все желающие. На обитателей выставки можно не только смотреть, многих из них можно взять на руки. Из Дагестана экзотических животных привозят на Сахалин не впервые. Возможность контактного знакомства несколько лет подряд завлекает на выставку взрослых и детей. Несмотря на то, что многим такое близкое общение с рептилиями непривычно и заставляет слегка поволноваться. Я люблю животных. Очень страшно, потому что первый раз вот так вот держу такую змею. Давно держала змей, лет 10, наверное, ловила их сама, жила на курилах. Из Дагестана на Сахалин зверей везли самолетом с пересадкой в машину и затем на паром. Обезьяны уже настолько привыкли к переездам, что путешествуют вместе с организаторами выставки за пределами клеток. Кроме областного центра, животных покажут и в других городах острова. Сахалинская филармония отметила Международный день танца творческим вечером шаг за шагом. Главная идея нового мероприятия, которое танцоры планируют проводить ежегодно, атмосфера соревнований должна встать на второй план, а на первый выйти красота движения и эстетика настоящего бала, где кавалеры в строгих костюмах приглашают на танец дам в вечерних платьях. Так давайте же сегодня танцевать, танцевать и танцевать. Шоу начинается! Четыре команды, сменяя друг друга на паркете, демонстрировали свое мастерство. Танцпол буквально взрывался ярким калейдоскопом. Джайс, вальс, танго, румба, снова вальс, фокстрот, пасадобль, ча-ча-ча. Восхищенная публика, дамы в вечерних нарядах и господа в строгих костюмах не скупились на эмоции и аплодисменты. В командных соревнованиях поучаствовали самые сильные игроки. Клубы области. Это «Аниона», «Данскласс», «Талио», «Профиданс» и «Классика». Вечеру танцев присоединились также артисты театра «Геолог», университетская студия «Генезис» и пара гостей из Хабаровска. Вадим Сухарев и Мария Плеханова – неоднократные победители дальневосточных и азиатских чемпионатов. Организатором вечера шаг за шагом выступила Сахалинская областная филармония. Идея существует, наверное, с детства. Я уроженец города Севастополя. И у нас проходили подобные турниры, когда я сам танцевал и был достаточно маленьким. К сожалению, за все то время, сколько и на Сахалине, мне не удавалось это воплотить. Но именно сегодня я надеюсь, что мы сделали то, что понравится зрителю. Мало соревновательного момента, больше шоу. И я думаю, что это больше, это и нравится. Плюс какие-то свободные минутки, где зрители могут сами попробовать площадку, как говорится, попробовать прекрасная живая музыка. Я думаю, что это очень располагает в какой-то душевной обстановке. Пока судьи подсчитывали очки за командные выступления, на танцпол под живую музыку ансамбля «Джаст тайм» пригласили зрителей. Уговаривать никого не пришлось. Затем программу продолжили показательные выступления танцевальных пар. А итогом трехчасового марафона стало синхронное выступление восьми пар театра танца «Диалог». Мне очень понравилось. Тем более, что Международный день танца впервые отмечается на Сахалине, насколько я знаю. И гости из Хабаровска, наши танцоры. Это очень красиво и впечатляет. Вечер шаг за шагом подготовили к Международному дню танца. В Сахалинской филармонии надеются, что это событие удастся проводить ежегодно. Завершается специальный проект ОСТВ «Живую помню». Десять историй о ветеранах Великой Отечественной рассказали их близкие. Всех, о ком шла речь, уже нет в живых, но их родные хотят, чтобы память о них не умерла. И сегодня завершающая история от южно-сахалинского врача Виктора Четырина. Он вспоминает своего отца-фронтовика. Я хочу рассказать о своем отце-фронте Четырине Владимир Григорьевича. В 22-м году рождения, когда ему исполнилось 19 лет, его из Томбосской области призвали в действующую армию. И он попал на украинский фронт. Проливался его два года и в 43-м году был ранен. Безусый мальчишка, 19-летний, не имеющий опыта в военных действиях. Он, возможно, поэтому получил ранение. Был полтора месяца в госпитте в Черкассах без сознания. Когда пришел в себя, медицинская комиссия его комиссовала, и он в 44-м году вернулся снова в Томбосскую область. Они с мамой поженились и работали в сельском месте. Простые труженьки полей. Он был балагур, очень много песенек, частушек, но хорошо играл на балалайке и всегда был душой компании. Никогда нас не ругал, не бил маму больше нас. Воспитывал их, ругал его, а он нет. После того, как исправили 30-летие победы над Германией, как-то боли их почитать стали, участвовали, боли. И они как-то собирались. Вот это было клич, и они вот как бы съехались. Умер легко. Как бы человек был таким легким, и умер легко во сне. 9 мая, но каждый год парад у нас, я возьму две рамки и пойду с гордостью за отца. Гордость и слезы, что не дожил до этих моментов. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...